здравствуйте дорогие друзья здравствуйте другие подруги а также дорогие зарубежные подписчики здравствуйте тоже бритьё настало время пробил час ребят будет два выпуска в первом я постараюсь краткие краткие ответы дать на те вопросы которые возникли под последнее видео оно какое-то получилось знаете супер информативное и слишком много вопросов там таких вот набежало которые хотелось бы ответить подробно но тем не менее тяжело это сделать потому что ну чё писать так сказал да и все начали отвечу на вопросы а потом все остальное the world in the night вадим васильевич тебя там правильно ребята попробовали викторович вообще переходите уже на высший пилотаж за таким бритьем будущее и ссылка где какой-то дядька зарубежный бреется маслом не спорю the world is the night мир в ночи не уверен зачем будущее один господь знает не мы с тобой для меня это всего лишь еще один способ бриться плохо хорош каждый решает сам для меня вполне пригоден особенно если масло хорошее английское какого-нибудь вот вот это да хорошо но это всего лишь один из способов и все остальное заменить я думаю не каждому он заменит по сути если на него переходить то это прощаемого прощает помазки и многое другое это вопрос выбора не более того владимир кота спрашивает по поводу рок роквилл 6s и роквилл 6c какая между ними разница будет ли он на канале и когда мы сможем увидеть его на обзоре ребят я уже задал вопрос момент гифон кэр работает над этим ответ я получил неделю назад такой что станок еще в пути один станок мне сказали я тебя отсылать не буду а вот посылочка созреет и сразу все и за пузырем поэтому парни но будем ждать что момент скажет от всей души надеюсь что он появится на обзоре я смогу вам его показать сергей кипкала викторич горит а чем он отличается от имра 1322 серег ну вот следующий обзор его поставлю и тоже постараюсь поставить его на физере вот мы с тобой и узнаем чем отличается сейчас пока не могу сказать потому что это 1322 бедолага стоит уже несколько месяцев очередь на 6 или 7 от андрея карасева никак я его не могу запустить чтобы вам показать а тут такой повод так что на следующий обзор мы поставим и посмотрим роман соковых жалко ты далеко был бы ты рядом я бы тебе просто вот так вот по-человечески пожал бы руку ребята поясню дело в том что ну вот читайте сообщение в один причина неудачного плитя в том что сочетание неудачно мягкого лезвия с мягким станком жилет супер спид 1947 1947 года он самый мягкий из 8 версий жилет супер спид да и лезвия не просто мягкая на и тупейшие крем тоже сыграл не лучшую роль ром спасибо тебе не за то что ты делал акцент на то что неудачное сочетание в принципе так было понятно спасибо за историческую справку за то что ты назвал имя откуда был кто был дедушкой вот откуда был слитом но о том что жилет супер спид 47 года самый мягкий из всех жилетов которые были выпущены я лично этого не знал больше чем уверен что тех людей которые убиваются по старым станкам эта информация очень даже заинтересует ребят блин вот огромное вам спасибо за то что вы не стесняетесь блистать своими знаниями прям вот огромный вам респект и уважение спасибо большое потому что каждый раз когда вы это говорите вот каждое видео к своей ценности добавляет еще 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 знаете как хорошая старая добрая вино вот его поставил да но хорошее но если она постоит полгода она станет еще лучше почему накопит информации букет созреет вот и здесь тоже самое парни добавляются это и блин вот 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 спасибо это как найти вот взять колочку намазать чесноком а ваши коменты так ты 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 солькой посыпал и лялечка хоть так уж уж и хоть под холодненькую вот 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 он цимус ром спасибо еще раз сергей белов в один приветствую если позволишь дам совету ребята что значит позволишь давайте просто есть еще посоветовать совету конечно принимать не принимать это решает каждый а посоветовать ребят но мы здесь все для этого и собираемся слишком торопишься все новое сразу пробовать вот взял бы станок или за и проверенной поблился с новым кремом было бы понятно или станок волгу с нормальным кремом но и в том духе дальше сергей все верно все верно ты говоришь но вся беда в том что я хочу как можно более как можно больше информации дать понимаешь был бы у меня допустим один поставщик та же самая опасная бритва ну один обзор один предмет один обзор один предмет а все остальное старенькое было бы ну в принципе все нормально все хорошо но на тут и господи но это не так есть опасная бритва есть гиф н.к. есть девчонки артизанки которые вот сейчас вот тоже стали активно подтягиваться кроме этого есть еще просто пацаны у которых даже интернет-магазина нет а какие-то странички в контактах или еще где-то и они тоже что-то присылают и говорит на вадим покажи то есть вот этого что пацаны присылает на этом еще не заканчивается есть еще просто подписчики вот тот же самый антон карелин антон карасев ой господи куча свалил андрей красиво и не он и еще могу 57 человек привести которые просто вот так вот берут что-то у них есть такое им интересно послать они присылают и это у меня лежит но я не могу сразу же показать у меня до сих пор и мыло и лезвие и шампуни автошивов нет а вот мы вот так вот которые хотелось бы показать но не получается никак единственное что я могу сделать это в одном обзоре брать от одного производителя это от другого поставщика это от третьего это и вот так вот все вместе брать и показывать так я хоть как-то сокращаю очередь а если я буду делать так как ты говоришь в ух я боюсь это очередь на очень долго растянется и но тут мало интересного будет и вам и тем ребятам кто все это присылает поэтому наверно нет вот вот такой выход единственный согласен твой вариант который ты рекомендуешь вам более правильный он более девственный девственный действенный но увы а что имеем то имеем павел павлов мистер адкинской обозначили ряд проблем двери это одна проблема какой там ряд проблем которые для меня сразу до проблемы никогда не было оказывается оказывается вреди у людей то это есть доброго времени суток это павел павлов пишет тышка наверно полгода уже бреюсь навсегда проблема с бритьем у самих ноздрей стараясь все равно остается приходится при триммером добривать а это уже халтура пашну вот я вообще не понимаю чем ты говоришь нет свой я понимаю но я не понимаю как это может быть проблемой потому что вот станок без лезвия первый раз когда я прохожу я не думаю что эти какую-то термин когнито открою наверняка ты это все сам делаешь но они пойму почему у тебя не получается потому что первый раз когда ты проходишь ты вот так вот натянул и получается это шерсть которая у тебя под самым носом она как бы раз так вниз спускается и оттопыривается типа на возьми меня вот и первый раз ты проходишь так аккуратненько все вот это вот собрал второй проход идешь точно также поднимаешь она опять оттягивается но второй проход ты играешь так вот это вот оконечность станка она очень таки удачно заходит я вот это вот все плоскость я собираю да многие высказали что да ну и он нафиг под носом там как бы и без этого нормально без этого хорошо парни согласен но у каждого тараканы свои в голове я вот например пока полного дельфина не сделаю я считаю что не поблился потому что ну я так привык я привык чтобы ни сучка не задоринки и так вот нашел просто вышел и никакой турбулентности то есть тут знаешь все обтекает вот так мне нравится если хоть одна засечка где-то есть это мне уже не по кайфу поэтому в третий раз прохожу точно также оттягиваю но третий раз уже дублирую и вот эти вот оконечности губ с них начинаю так аккуратненько и захожу все заходит как как получается так что у тебя не получается вот это для меня загадка и пули завязывать эти эксперименты с всякими хитромудными хитромудными хитромудрыми кремами кирилл не могу я показываю то что мне присылают вот прислали карандаш покажу карандаш прислали крем покажу крем прислали помазок покажу помазок и вот именно может быть поэтому многим из вас и нравится смотреть эти обзоры что здесь достаточно большое разнообразие именно поэтому я и все это и показываю чтобы каждый из вас перед тем как приобрести ту или иную вещь мог бы примерить ее на себя и понять а надо ли мне это или нет вот крем просто показал получилось так что несколько человек по моему троих или четверых я насчитал которые сами пользуются кремом и они внесли свою лепту говорят да я делаю но я делаю вот так так и так то есть вот все равно это нужно показывает тут с этого не спрыгнешь десман де сир дим огромное тебе спасибо что ты и это видео не оставил без комментариев каждый раз когда читаю твои комментарии это знаешь как еще одна ретроспектива бритья то есть как-то у тебя получается по каждому вопросу которое было в бритье ты как-то краткие ремарки так конспект оставляешь и вот интересно что-то сжатое коротко ясно по существу точно так же и не исключением был этот комментарий ты здесь самую точку попал когда бреешься кремом ты не регулируешь водой вот это наверное самый-самый-самый важный недостаток в бритье кремом потому что ну на самом деле ну в пене ты взял водички добавили высушил наоборот у тебя получилась какая-то консультация та которая тебе больше подходит а здесь ты этого сделать не можешь а бритье без нужного количества воды но это не всегда гуд ну и последнее бритье вы там наверно все вместе сразу собралось вопросы с кремом вопросы с лезвием вопросы со станком ну вот все так вот в кучу сложилось и получилось то что получилось ну во всем нужно искать положительное остался живой уже хорошо опять же видишь есть о чем поговорить и кому-то возможно на будущее это будет уроком в любом случае спасибо тебе за комментарий и зато акцент который ты поставил в нем и последний вопрос от михаила луниева он спасил в какую категорию отношу мюля мюля синтетика которую прислал опасную бритвы в категорию сопля он сам отказался и заносить я его подержу это не сопля ребят вот если бы кто-то наезжал на этот помазок я бы сказал что он ничего не понимает я бы просто сказал не трогай не трогай эта вещь эта вещь сама по себе она в себе и она стоит отдельно вот в ту категорию которую сам для себя я вывел я не хочу сказать что она какая-то общепризнанная нет это вот пацанами так вот сели подумали и в принципе то вот она не только мне она еще кому-то заходит то есть сам для себя делю помазки на первое это сопля второе это стержень который работает всем стержнем третий это стержень с прихлебалами ну или то есть король со свитой посередине есть стержень но он не распространяется полностью на все весь узел а он посередине он доминирует и чтобы он выключает весь диаметр он небольшой как правило сантиметр-полтора он выключает из работы всю оставшуюся территорию помазка для того чтобы все остальное включилась вам нужно его продавить и тогда по боковые волосики начинают вступать в работу ну и третий это шарик в 4 4 это шарик шарик их немного пока немного его три помазка только насчитал но это отдельная песня из всех этих вот категорий мне пожалуй больше всего в душе заходит это все-таки шарик потому что он так кайфово работает он так на эти вот там вот все булки перемен а и там тебе такой марафет наводит вообще отдыхает в полный рост на второе место сам для себя я бы наверно все-таки поставил стержень к ним и отношу волфикс зенит 506 и добавить наверное еще вот последний помазочек благодаря александру который мы вот смогли посмотреть это блонди баджер от морис хармдран тоже стержень и стержень еще какой здесь нет никаких исключений он работает всем узлом ну а что касается короля с приспешниками да их полно так ну так вот просто на скидку сейчас вам парочку покажу вот эти вот две синтетики одна от вилонка другая от эпсилон вот это вот королю со свитой то есть у них посередине стержень который вводит из работы полностью всю окружность для того чтобы это окружности работать вам нужно продавливать если не будете этого делать он будет работать только кончиком ворс хороший но я думаю что это не за ворса я думаю скорее всего это и закрепление узла и именно так и на такую глубину его садят что он вот так работает на мой взгляд это не изгуд не исключаю что кому-то это тоже нравится поэтому тут найти каждый хохочет как он хочет какая-то хрень происходит весь день весь день никакой долбежки не было как только вадим виктори собрался писать обзор сразу amazon врубили перфоратор блин выбора нет допишу что же касается мюрли синтетики это стержень стержень но необычный он он найти он как у что-то узнаете как цигум тайчи что-то вот такое знаете вот вот он вот такой а у вот такой то как вот этот у покаят по японской философии Вот снег conduzits аккуратно грузит 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 а сакура противор seventeen eggs прогибаются 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 до определенного момента до определенного как только настает тот самый момент она просто выпрямляется сбрасываю весь снег яна снова прямая гибкость вот главная характеристика этого помазка гибкий стержин. Настолько гибкий, настолько кайфовый. Просто вот им работаешь и приятно работать, несмотря на то, что он небольшой по размеру. И вторая особенность этой кисти, я бы назвал ту, у нее совершенно необычайный ворс. Более мягкой синтетики, более гладкой, более парохатистой, более няшной, вот такой, знаете, более колонковой я не встречал. Даже несмотря на то, что вот тот же самый файл, если взять, он заявляет волосы, ангелы, да, ребят, да, все в порядке, все нормально, волосы, ангелы, но они ни в какое сравнение даже не идут с тем, что ставит нуля. Здесь оно, ну вот здесь вот кончики очень мягкие, классные, кайфовые, а здесь, здесь он весь такой. И понимаете, вот плотность, здесь она меньше, чем здесь. Здесь он больше похож на барсука, породистого, хорошего барсука. А здесь, ну сразу же видно, да, фибра хорошая, классная, зашибательская, но фибра. А здесь, блин, фибра или барсук? Что это такое? Вот начинаешь ковыряться, только после этого узнаешь. Ребята, вещь, вещь, вещь. Ни секунды не жалел о том, что опасная бритва прислала мне этот помазок, что я с ним познакомился, показал вам, и что он вошел в мою жизнь. Вошел так, что я его не отдам-то никому. Не-не-не, хорошая зачетная штука, однозначно. Несмотря на это, все-таки хочу сказать и повторить, от своих прежних слов не отказываюсь. Для меня на сегодняшний день самая лучшая синтетика, которая брился, это от мужского материка, ребята. Лучше этой синтетики я не пробовал. Она лучше по всем параметрам, которые вот, в принципе, вот для меня существуют. Я работаю с этим помазком, и я просто отдыхаю. Я получаю нестромненное удовольствие. Это не значит, что он лучше Мюлли. Это значит, что они разные. Но вот если вот так вот просто говорить за синтетику, я, пожалуй, бы взял два, выделя. Вот, Вадим, оставь парочку, остальное все раздай. Я бы оставил этот и этот. Если оставить один, мне было бы грустно. В конце концов, я, конечно, сделал бы свой выбор, но с одним из них мне было бы грустно расставаться. Вот эти вот два, однозначно. Ну, вот, пожалуй, что и все на сегодня. Переходим к бритью. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова